Добрый день, приветствую всех, друзья, на стране, да, вся техника когда-нибудь дает сбой, вот, как видно, как слышно, дайте обратную связь, сейчас так, Вячеслав, приветствую, Андрей, так, хорошо видно, да, слышно. Ну все, друзья, значит, сегодня 22 ноября, среда, так что начинаем обычный наш трудовой день в SkyWay, поэтому новостей, как говорится, для обсуждения тем у нас сегодня очень много, вот, время было горячее, так, сейчас просит чуть-чуть громче. Значит, друзья, до Экофеста осталось 227 дней, время летит неумолимо, поэтому все идет, все развивается, и мы ведем отсчет своего теперь уже летоисчисления, скажем так, от Экофеста к Экофесту. Вот, мы с Алексеем на эту неделю, вот, в очередной раз были и в Брыно, в Чехии на конференции, и потом в Словакии на переговорах, вот, я тоже частично скажу, потом Алексей добавит, именно уже с фондами, которые ищут новые направления, заинтересованы в новом направлении, новой цифровой экономики с применением блокчейна. Как раз мы уже обсуждали и конкретные адресные проекты, и еще и оцифровка, все, что связано с блокчейном. Вот, поэтому, друзья, мы сейчас все больше и больше выделяем времени именно этому направлению наших, вот, с Алексеем, встречах наших с Алексеем вебинарах и на конференциях, потому что, ну, Брыно, там, вообще было интересно, зал был почти на 200 человек, ну, 200 человек, фотографии в Facebook сбрасывали, так, народу было настолько много, что и в проходах, и стулья дополнительно ставили, вот, то есть, это говорит о том, что тема на сегодняшний момент очень интересна. Значит, друзья, давайте я на сегодняшний день начну с одного очень такого важного пояснения, на мой взгляд, потому что вчера у нас в чатах было очень жарко и очень там много что обсуждалось, и потом привлекли и Бабурин давал свои пояснения, как экономист, да, это вот сейчас Алексей ставит, видите, конференция, врунул, причем это еще фотографировали до того, как было максимум. Вот, так вот, друзья, сейчас, ну, скажем так, из-за того, что материал очень сложный, из-за того, что понимание, скажем так, не у всех есть того, что происходит, а тем более все, что связано со Skyway, все, что связано с применением новых технологий блокчейн, то просто есть ряд определенных недопониманий. И вчера вот одна очень такая интересная дама, вот уже в возрасте, это тоже с точки зрения понимания и подачи информации тоже понятно, что она очень эмоционально написала по всем чатам и написала письмо Юницкому по поводу того, что несколько не оправдываются ее ожидания, связанные с развитием проекта, и отчасти там был повянут и блокчейн о том, что даются лишние какие-то обязательства или обещания, вот, естественно, что почему-то все решили показать в мой адрес, что это я все, что обещал, почему-то все, что обещаю, не исполняется. Вот, поэтому, друзья, я так понимаю, что это вопрос просто недопонимания терминологии, недопонимания того, что происходит, поэтому есть ряд таких вот вещей. Виктор Бабурин вчера довольно-таки развернуто выступил там во всех чатах, он показал, из чего складывается экономика акций, он показал, когда будет можно ожидать дивиденды, и он показал, как будет реально строиться доходность. Поэтому все, кто это читал, все, кто смотрел, я думаю, вы это поняли и, соответственно, сделали для себя определенные и выводы, и пояснение тех ситуаций, которые возникли. Значит, я просто даю пояснение по поводу, в мой адрес какие были вопросы, что на конец года обещалась внутренняя биржа. Вот здесь вот, друзья, давайте сразу разграничимся, что многие стали почему-то понимать, что ту электронную площадку, которая сегодня делается группой энтузиастов, куда входим мы с Алексеем, она почему-то называется биржей, внутренней биржей. Друзья, это электронная площадка, на которой будет оборот токенов, и никак это по-другому не называлось. То, что кто-то это захотел видеть в виде биржи, ну, это, друзья, может быть просто исходя из того, что так привычнее называют. Никаких электронных бирж сегодня, друзья, нету. Есть там, где сегодня происходит ченч-мена различных криптовалют, и там, где устанавливается их курс. Но назвать, что это биржа, ни в коем случае, друзья, нельзя. И второй момент очень важный, задавались, естественно, что этот вопрос, особенно те, кто давно в проекте, за три года, назрел вопрос, что когда же будет уже оборот, когда можно будет продать часть своих обязательств, кто-то хочет избавиться от своих обязательств и не ожидать их капитализации. То возникло, ну, скажем так, задавали вопрос, а возможно будет в дальнейшем обязательство менять на токены и токены продавать на бирже. И тут, друзья, попрошу все вебинары просмотреть и конспекты. И Алексей многократно говорил, и мы всегда на всех встречах говорили, что, друзья, эта задача не первоочередная. Она будет стоять в течение 2018 года. Вот никто сегодня не говорит, что токены, которые запускаются, именно как дополнительный инструмент использования технологии блокчейн для того, чтобы развивать в Transnet и инвестировать в Skyway, соответственно, никаких других вариантов быть не может. И поэтому, исходя из того, что, друзья, я искренне отношусь с большим уважением, особенно с людьми, которые в возрасте пришли в проект с самого начала. Но чудес, друзья, не бывает. Надо четко понимать, чудес в экономике не бывает. Если будет мне кто-то говорить чудесное появление откуда-то непонятных денег, чудес не бывает, друзья. Есть пирамиды, есть хайпы, есть просто воровство. Вот, соответственно, все остальное, никакого быстрого обогащения быть не может. Проект Skyway – это высокоинтеллектуальный технологический проект. И здесь, друзья, я тоже очень многократно говорил, я тоже прошу на этом сконцентрировать внимание, что в экономике не бывает чудес. А вот в технике чудеса, друзья, бывают. Потому что не было электричества, потом сделали, соответственно, технологии, применяемые двигатели, электрические двигатели и все, что связано с электрическим зарядом. Не было авиации, применили, соответственно, сделали тяжелее воздухоаппарата, где стало возможным перемещение в пространстве. Не было двигателей внутреннего сгорания, появился цикл Корно, появились физические машины, которые сегодня делают очень много. Это, друзья, чудо техники. В технике чудеса бывают. Тот проект, который мы с вами запускаем, он обеспечен высокой интеллектуальной собственностью, то есть интеллектуальными возможностями технологий, которые заложены в ее потенциале. И то, что мы с вами чем занимаемся, друзья, вот последние более трех лет, это капитализация интеллектуальной собственности. Мы работаем, я являюсь одним из членов правления Skyway Capital. Это фонд, который распространяет информацию, привлекает инвесторов для того, чтобы осуществлять финансирование тех или иных инженерных разработок, которые ведут специализированные КБ. Здесь, друзья, худо-бедно у нас это очень, ну скажем так, на сегодняшний момент очень-очень хорошо получается. За эти три с половиной года, уже почти четыре года, пока движется проект, потому что как раз в октябре 2013 года были запущены первые компании, вот именно с брендом Skyway, за это время сделано очень много. И я бы сказал, что многие люди, особенно вот там, когда общаемся с специалистами Академии наук, Минтранса Белоруссии, Министерства транспорта России, об этом тоже сегодня будем говорить, они просто поражаются как группа энтузиастов, которая собралась вокруг инженерной школы, которую создал инженер Юницкий, смогла за такое небольшое время сделать огромную работу. Конечно, друзья, я понимаю, что не всех удовлетворяет ответ, что сделано очень много. Все требуют, а где отдача на мои инвестиции, где доходность там в миллионы процентов, где счет, поэтому здесь, друзья, за этот период было очень много уже и сказано, и просчитано, но те, кто реально в проекте, тот, кто действительно понимает его суть, он следит, он отслеживает, он видит те изменения, которые сегодня происходят. И здесь, друзья, я могу сказать, что я с нетерпением ждал ЭКФЕС 2017 года и с большим удовольствием был и видел, то есть, когда мы сделали такой серьезный, показательный именно отчет перед инвесторами, сбор инвесторов, праздник инвесторов, те, которые развивают проект. Но сейчас, друзья, могу сказать, с еще большим нетерпением я жду уже 18-й ЭКФЕС 2018 года, потому что там будет продемонстрировано еще очень много таких прорывных вещей, про какие-то мы вам уже рассказываем, будем показывать, какие-то вещи только-только сейчас в стадии разработок и они будут уже готовы только непосредственно уже к ЭКФЕС. То есть, это как точка, к которой сводятся очень многие решения, которые можно будет показывать. Соответственно, друзья, это огромная работа, которая проделана, но что показала вот эта неделя и анализы общения с инвесторами, что возникает некая определенная усталость, что люди инвестировали 3,5 года назад и говорят, а где же, тем более очень много недоброжелателей, очень много всевозможных трактовок тех или иных слов и тех или иных вещей. Поэтому всегда возникает несколько завышенное ожидание. Здесь, друзья, это ничего страшного или ничего в этом предрассудительного нет, тем более у людей в возрасте мы относимся к этому с пониманием. Но здесь еще раз хочу акцентировать внимание, не надо сегодня менять определенные понятия из-за того, что вы не понимаете, что происходит. Еще раз, то, что родилась внутренняя биржа, на которой можно продавать обязательства SkyWay, друзья, это в корне неправильный подход. Та электронная площадка, которая сейчас готовится для оборота токенов, адресных проектов, где можно будет менять и производить определенные операции с тем или иным адресным проектом или с электронными активами других проектов, производя мену, это, друзья, абсолютно другая работа. Это абсолютно другой подход. Ни в коем случае токен и акция не могут коррелировать. Не могут, друзья. Тот, кто до сих пор себе считает или не ответил на этот вопрос, он глубоко заблуждает. И то, что мы выбрали новый инструмент для создания именно криптоплатформы, чтобы дальше развивать проект SkyWay и Transnet Space, как мы били это новое понятие, это, друзья, как использование дополнительного инструмента. Это то, что сегодня перспективно развивается и то, что за прошлый год показало максимальную капитализацию, максимальный рост котировок. Поэтому, естественно, друзья, мы не можем остаться в стране. И мы вели эту работу и считаем, что она абсолютно перспективная. Эта работа, скажем, костяк этой команды, это Дмитрий Владимирович Терехин, это Алексей Суходуев, я еще есть ряд разработчиков. Мы, естественно, все согласовываем и консультируемся и с Антон Дуаршем Юницким, и с Виктором Бабуриным. Но это, друзья, наш страх и риск. Это наше видение о том, что это перспективное направление. И сразу мы и говорили, и еще будем говорить, что это финансируется не за счет инвесторов SkyWay, это за счет частных инвесторов. И, соответственно, несем ответственность мы, как группа разработчиков, как группа энтузиастов, которые это делают. Юницкий к этому имеет отношение только как консультант, то есть мы его привлекаем, делаем никакой ответственности за ту работу, которую сейчас у него нет. И поэтому здесь прошу, друзья, не путать, а тем более не высказывать претензии нам в адрес головной компании, когда они будут продавать обязательства. Или, соответственно, главной компанией по поводу того, когда и что будет запущена криптоплатформа. Здесь, друзья, я могу сказать, что это Venture Venture. Это новое направление, мимо которого, естественно, мы не могли не пройти, не пропустить. На наш взгляд, это очень перспективное направление. И мы будем и доказывать, и показывать. Мы это, соответственно, делаем. И, на наш взгляд, это даст очень серьезный результат. Именно и с точки зрения прихода новых инвесторов, и запуска адресных проектов, и, соответственно, вообще создание той системы, которую мы сейчас называем Transnet Space. Что, друзья, было очень много интересного по мере того, как мы начали работать и начали выпускать. Действительно, что поначалу, весна этого года, мы были абсолютно уверены, что до конца года мы сможем запустить эту платформу, и она начнет функционировать именно в том виде, как это и предполагалось. И, кстати, друзья, могу сказать, что мы недалеки от этих сроков, потому что мы сегодня реально создали площадку, она работает, но задача оказалась настолько многомасштабируемой, настолько глубоко уходящей вглубь даже самой экономики токена, что мы постоянно повышали планку и постоянно повышали задачи этой платформы. И здесь, друзья, есть такое понятие, как белая бумага или пошаговые инструкции, как это дальше будет развиваться, то есть, скажем, некий такой алгоритм развития. Когда мы начали это писать и делать, то настолько глубоко и настолько серьезно вскрылись новые, именно научные, именно технологические понятия, что мы пришли к новому вообще направлению с точки зрения трансферта. Мы вам рассказывали об этом в свое время, мы очень много обсуждали с Анатолидашем Юницким и пришли к общему такому мнению, тем более, что у него еще десятки лет назад легкая система была проектируема и заложена, но о том, что надо акцентировать внимание именно на легкой прогулочной системе, о том, что должны сначала появиться юнибайки, юнибусы, потом легкие юникары, это как раз предмет такой общей работы. И два года назад Анатолидаш приступил к проектированию и изготовлению, и это выросло в целое направление, которое сегодня активно и активно развивается. И на выставку, которая будет 6-7 декабря, будет показана уже новая машина для легкой путевой структуры, это юникар трехсекционный, а проектируется уже до 7 секций. И то, что сегодня в одном из репортажей вы видели интервью Кириченко, Юницкий уже сказал, обведение новых материалов, это уже углевое лакно, которое позволит систему делать транспорт еще более легкой и еще более прочной. Это, друзья, активно развивается. И когда мы начали делать учет и, соответственно, вот это описывать и формировать систему транснет-спейса, то пришли сами неожиданно к такому выводу, что у нас готова еще одна система, которую сейчас надо запускать, делать, это транс-сервис. То есть это, я не буду сейчас об этом останавливаться, то есть это и снабжение уже продуктами и сервисом юнибайки, когда вы двигаетесь, и это создание Skywall, то есть когда доставка в автоматическом режиме может уже в дом приходить и продуктов, и услуг, и определенные сервисные вещи дома исполняется, и все это учитывается единым расчетным учетным инструментом, соответственно, который работает на блокчейне и получается очень такая мощная среда. И капитализация, когда мы начали выходить общей этой системой транснет-спейса, она намного выше, чем просто даже транспортных систем. Естественно, что это потребовало переосмысления всего подхода, это потребовало дальнейшей разработки и по блокчейну, и соответственно, по взаимодействию внутри системы. И таким образом мы дальше нашу дорожную карту, нашу белую влагу стали продлять и развивать еще дальше. Исходя из этого, потом стало очевидным, что для того, чтобы работал блокчейн и была оцифровка всех процессов, которые происходят, необходимо создать еще одну систему или сеть, она уже стала называться транснейра, то есть это система датчиков, связанных с единым компьютером, оптиком, волокном, который, соответственно, обеспечивает обмен информацией, контроль, запись в блокчейн, все, что сегодня идет в этой системе. Это тоже потребовало определенных усилий, но это, друзья, я могу сказать, с научной точки зрения, не представляете, насколько интереснейшая задача. И то, что сегодня увязывается, и то, что мы сегодня уже реально подходим к оцифровке, то есть компании, которые будут уже весь бизнес-план или более точно сказать бизнес-процесс делать на блокчейне, это тоже, друзья, очень интересное направление. И как, соответственно, уже как результат, мы очень много ведем консультаций с специалистами из различных отраслей, ну, из различных сфер, которые работают. Мы ведем очень много консультаций с фондами, которые сегодня уже работают и с криптовалютами, и на этом рынке. И я могу сказать, что тот продукт, который мы сейчас создаем и выводим, он вызывает, конечно, крайний, крайний такой большой интерес. И поэтому, друзья, здесь я могу сказать, что мы для себя сроки несколько сдвинули, то есть, скорее всего, это будет уже весна 2018 года, когда, видите, уже приходится говорить, может быть марта, может быть май, то есть где-то весной мы обязательно будем делать первое размещение и, соответственно, запуск первых адресных проектов. Но, друзья, еще раз прошу, это надо говорить каждый раз, потому что это все равно не доходит. Друзья, токены, которые сегодня запускаются и тот оборот криптовалюты, который делается, никакого отношения к акциям не имеет, друзья. Рынок традиционной акции – это рынок акций. Он регламентирован, он описан и он работает совсем по другим ваконом и другим функциям. То, что мы сегодня делаем, это дополнительный инструмент, который дает технология блокчейн. То есть, опять же, я сейчас не буду на этом останавливаться, не буду более глубоко, потому что, во-первых, много вебинаров на это прошло, во-вторых, мы еще будем об этом говорить, это не тема сегодняшнего разговора. И иллюзия по поводу того, что вы сейчас можете свои акции или доли, которые у вас есть, обменять на токены и пойти их завтра на биржу продать, это, друзья, не более чем иллюзия. Мы будем отстраивать механизм, который будет коррелироваться, по которому можно каким-то образом в течение 2018 года, соответственно, поменять обязательства, если вы этого захотите на токены продать. Но это, друзья, не первоочередная задача и это будет только уже 2018 год, скорее всего, ближе к середине или ближе к концу. Это то, что сейчас от меня многие хотят услышать и многие, что сегодня ставят вопрос, что я обещал, что к концу года кто-то будет что-то продавать. Нет, друзья, это, я вам сразу могу сказать, возникла определенная иллюзия. И если я сейчас какие-то иллюзии произвел, то, друзья, что здесь чудес опять же не бывает. То, что сегодня направление, которое сегодня настолько перспективное, что мы видим основные задачи по финансированию SkyWay перейдут, скорее всего, на эту криптоплатформу, но это произойдет тоже не сразу, а в течение 2018 года. То, что этот механизм крайне технологичный и сегодня нужный, то есть это тоже, по-моему, уже ни у кого сомнений не вызывает. Сегодня, если не изменяет мне память, прошли репортажи по Билл Гейтс с Майкрософта, дал свое заключение, свой анализ по блокчейну, по криптонаправлению, которое развивается. Естественно, что, как и все основные специалисты, он говорит, что это наиболее перспективная вещь, которая будет развиваться в ближайшее время. А мы, друзья, описывая и создавая вот этот транснет-спейс-пространство, вот мы сегодня делаем очень интересную классификацию, где всевозможные направления сегодня увязываются между собой. Мы видим сегодня новое цифровое пространство, которое работает и увязывает, и которое дает неимоверный потенциал для роста того инструмента, который мы сегодня создаем. И здесь, но опять же, друзья, вы можете относиться к этому как угодно, мы всегда будем говорить, что это наше личное мнение, что мы работаем на то, чтобы развивалась технология Skyway. И так же, как все слышали, сейчас запустился аплайнер механизм, который, я не могу сейчас сказать, будет он настолько эффективный, как нам предлагают или обещают наши партнеры, но то, что пробовать надо и то, что это очень важно, тоже, друзья, сомнений нет никаких. Вот, поэтому то, что мы сейчас делаем, это новый инструмент, очень сложный инструмент, довольно-таки технологичный с точки зрения именно запуска. И мы сейчас шаг за шагом по этому направлению идем и где-то, наверное, до конца месяца мы выдадим уже первые такие описания, то есть это когда мы выйдем уже на обсуждение с криптосообществом того предмета, который мы сейчас предлагаем. Ну и, соответственно, дальше уже будем обсуждать с потенциальными инвесторами, которые бы хотели участвовать в этом проекте. Сразу могу сказать, что это расчет идет на крупных инвесторов, ну, для кого-то это круп, то есть это инвестиции десятки и сотни тысяч долларов, и такие переговоры у нас ведутся сейчас постоянно, вот, поэтому это не то, что инструмент для каждого желающего там небольшого инвестора, который хочет рискнуть там небольшой суммы денег, это довольно-таки профессиональная уже работа, и поэтому и подход, и обсуждение, и запуск, он требует определенных, значит, для SkyWay я абсолютно уверен, друзья, что это будет новый этап, это будет новый шаг именно в привлечении инвесторов и в запуске адресных проектов. Но, опять же, друзья, это венчур-венчуре, что из этого получится, друзья, покажет только время, и, соответственно, первое размещение, которое будет весной, оно как раз покажет, право мы оказались с Алексеем, когда полностью сконцентрируемся на этом направлении, или это все-таки более сложная или там иллюзорная вещь, которая не даст тех ожиданий. Но что-то мне подсказывает, что все у нас будет, друзья, и хорошо, и... Так, про внутреннюю биржу все-таки заявляли, все слушают, и не приснилось же это всем. Только крипты не... Все, кто-то пишет. Я не знаю, друзья, про внутреннюю биржу, приснилось, не приснилось. Давайте так, мне тут уже вчера написали письмо, что я обещал, что в декабре можно будет продать акции. Я специально пересмотрел все записи, и фраза, которая у меня звучала, хотя к словам здесь цепляться, друзья, это абсолютно глупо, что мы создаем механизм, который позволит в 2018 году это осуществить. Не более того. И этот механизм возможно будет сделать только на электронной площадке и только с криптовалютой. Никакого другого инструмента сделать будет невозможно. Поэтому, насколько мы это реализуем и сделаем, друзья, покажет время. Я думаю, что в ближайшее время мы будем уже более подробно обсуждать запуск, собственно, самой платформы. Я, друзья, еще раз я повторюсь, что понятно, откуда идут эти ожидания. Понятно, скажем так, настрой людей, которые уже более трех лет в проекте. Здесь все, друзья, абсолютно понятно. И понятно, что, соответственно, никаких чудес в ближайшие полгода, год не произойдет. И эти акции не будут стоить миллион, на которые сейчас все рассчитывают, заплатив за это 100 долларов 5 лет назад или 3 года назад. Поэтому, друзья, здесь тоже определенные вещи есть, которые развиваются своим чередом. И никаких других вопросов и никаких других обязательств на сегодняшний момент. Ну, допустим, лично я лично это не давать не буду, не говорить не буду. Поэтому все, что связано с развитием криптоплатформы, мы будем обсуждать отдельно. Мы будем вам показывать, соответственно, перспективы. Мы будем показывать, откуда может произойти эта капитализация, откуда может произойти рост того, что будет. Но это, друзья, будет отдельно при запуске, чтобы это ни в коем случае не увязывать с теми ожиданиями по дивидендам, по акциям, которые сегодня у кого-то возникли или у кого-то на этот предмет есть и люди. Так, нужно ждать не строительства адресных проектов и всем будет счастье. Да, Татьяна, вот с этим я абсолютно согласен. И буквально прежде, чем передать слово Алексею, могу сказать, что мы вот сейчас буквально приехали только что с переговоров уже и с криптофондом, который готов инвестировать в крипто направление. И самое что главное создавать первый оцифрованный адресный проект с использованием технологии Skyway и струнных технологий. Сразу могу сказать, друзья, не все проекты пойдут по оцифровке, то есть по технологии блокчейн. Какие-то проекты будут идти к классическим способам, где будут приходить инвесторы, где будут выпускаться акции. Поэтому, друзья, здесь вопрос абсолютно выбора. И где-то можно будет целесообразно запускать по классической схеме, что уже сегодня отчасти делается где-то с привлечением новых инструментов, что тоже вполне понятно. Но все это, друзья, идет в развитие и все построено только для того, чтобы именно максимально капитализировать и максимально получить доход на те инвестиции, которые сегодня сделаны. Как я уже сказал, мы с вами, наверное, в следующем вебинаре мы более подробно расскажем, что такое транссервис. Кто смотрел репортажи из Брыно, я довольно-таки подробно рассказывал в элементах, что это такое, как это будет работать. Алексей показал технологию уже оцифровки, как это будет взаимодействовать. Поэтому мы еще будем к этому не раз или два подходить, потому что, во-первых, тема очень сложная, и я согласен, что не с первого раза можно очень многие вещи понять. И второй вопрос, что материал, который надо обосновать, он тоже очень многоплановый. Здесь тоже, друзья, нельзя однозначно сказать, что кто-то сразу все понятно, и он сразу представляет, о чем идет речь. Поэтому мы будем на этом останавливаться, мы будем разъяснять, мы будем посмотреть, как будет строиться экономика токенов, будет как экономика адресных проектов, как это будет все увязываться и капитализировать всю систему, каким образом один проект будет влиять на другой проект. И как это, в общем, уже можно будет инвестировать в эту систему, и уже, находясь в ней, получать доходность. Это все тоже, друзья, будет отстраиваться. А как платформа, как именно инструмент, это та крипплощадка, которую мы сейчас запускаем. Мы показали логотип, опять же, несколько видоизмененный, потому что правила игры здесь таковы, что мы несколько раз произносили слово Skycoin, потом он появился на бирже, потом Skywaycoin, значит, он тоже через некоторое время стал появляться на бирже, на электронной бирже. Сейчас мы сразу можем сказать, что точное название токена пока мы еще не раскрываем, но оно будет абсолютно понятное, абсолютно именно точное с точки зрения раскрывающего суть, что он делает. Но и как мы еще надеемся, друзья, как и те, кто разрабатывает и запускает проект, что он еще будет и крайне востребованной на рынке и крайне необходимой и важной для Skyway. Так, ну вот, друзья, значит, давайте я тогда сейчас лучше по новостям. Ну, давайте тут новости, как всегда, вопросы задают одно и те же, что в Австралии, что со скоростной дорогой, что с арабами. Вот здесь я могу сказать, что все идет своим чередом. 11 этап на подходе. Опять же, друзья, каждый раз буду говорить, это мое личное мнение, друзья, и всегда можете ссылаться, что Сибиряков на вебинаре сказал, что до конца года еще может произойти смена этапа. А может это не произойти. Но все, друзья, скорее всего, идет к тому. Вот, так что это. Пойдем разделить вебинары для простых инвесторов. Андрей, мы так и будем делать. Мы сейчас выходим от, ну, скажем, от так, чтобы на вебинарах, которые мы сейчас именно о новостях Skyway, чтобы больше говорить о крипто направлении, потому что это и более того, как показала практика, вот мы конференции проводили сейчас в Берно, что людей, которые в этом разбираются, их очень немного, поэтому основное, это надо просто популярно рассказывать об экономических вопросах. То есть, что и из чего складывается экономика токена, и из чего будет складываться капитализация. Вот на этом мы как раз, друзья, и будем в основном свое внимание концентрировать, потому что, еще раз, друзья, повторюсь, это дополнительный инструмент и привлечение инвесторов, и капитализация уже сегодня существующей интеллектуальной собственности. Поэтому это, друзья, как раз новые горизонты, которые открываются, и на мой взгляд, друзья, это крайне важно, и вот то, что мы сейчас и делали, и сделали, прописывая всю эту экономику, вот это, конечно, впечатляет очень сильно, и здесь я могу сказать, что когда мы вам все это доведем и покажем именно капитализацию интеллектуальной собственности, куда мы инвестировали, то я думаю, что всем будет намного, скажем так, приятнее из-за того, что горизонты, которые сегодня открылись, они намного больше, чем мы даже предполагали, когда заходили в проект Skyway. Так, так, говоря, что я не говорил. Так, Кунаева, все абсолютно так, радуемся всем успехам, но если и люди, зачем вообще было говорить о внутренней бирже? Еще раз говорю, нет такого понятия внутренняя биржа. Кунаева, ну вот так стоит. Есть электронная площадка, на которой будут ходить токены адресных проектов, а что такое внутренняя биржа, на которой, я думаю, вы хотите продать свои обязательства. Вот это, друзья, я понять, наверное, не могу. Если там, где вы хотите продавать свои обязательства, то, как уже вчера было мне рассказано, все эти вопросы к Виктору Бабурину, он вам будет объяснять, когда и по какой экономике будет продаваться обязательство Skyway. Которое можно будет провести по грузовой структуре. Так, это технические вопросы давайте мы с вами пока сейчас обсуждать не будем. Ну все, Алексей, тогда я передаю тебе слово. Я думаю, что по Швейцарии будет очень интересно твои ощущения, твои посмотреть. Ну и, соответственно, я, как всегда, в конце сделаю обобщение буквально на несколько минут. А я пока, друзья, как раз готов отвечать сейчас на вопросы, пишите, и, соответственно, я какие-то вопросы могу ответить. Благодарю, Сергей Анатольевич, благодарю за разъяснение. Ну, друзья, мы специально останавливаемся на этой теме, потому что эта тема очень важна и, на самом деле, как бы секретов никаких нет. То есть, крипто-направление это не тема вебинаров Skyway, и мы это затронули только по той причине, так как крипто-направление будет теоретически возможно потенциально, но мы закладываем, что, скорее всего, точно капитализировать новое направление SkyService. Это то направление, которое будет поддельно финансироваться, так как невозможно для реализации через блокчейн. Ну, естественно, оно будет финансироваться при том условии, что инженерная разработка будет совершена и сделана. То есть, по предварительным переговорам с головной компанией, лично с Анатоли Эдуардовичем Юницким, что направление очень интересное и действительно как бы решение фактически уже найдено, то есть осталось немного до поиска решения окончательного, но это действительно гениально и виртуозно. И это в логике, как всегда, происходит в Skyway, друзья, оптимизирует затраты. И представьте, что эту оптимизацию затрат мы можем использовать в виде краудинвестинга 2.0. Мы сейчас прорабатываем стратегию и будем обсуждать с членами правления определенную стратегию на запуск этого направления, потому что не секрет, что во многих городах Европы у нас конференции не состоялись, так как мы не можем вступать в конфронтацию и как-то перечить с существующим финансовым регулятором. То есть, если нам говорят, что нельзя на такую тему проводить конференцию, то нельзя. Мы не проводим. В некоторых государствах конференции были перенесены на следующий год. Но как раз-таки из одной стратегии является именно капитализация с помощью оцифровки адресных проектов, запуск как с помощью финансирования, так и уже, я не побоюсь этого слова, токенизация этих адресных проектов. Возможно, для кого-то токенизация кажется каким-то таким словом будущего. Но, друзья, я перед тем, как перейти к новостям, потому что для меня лично тоже, как для инвестора, акционера и до сих пор я инвестор и буду инвестором. Кстати, вот тоже очень такие приятные просьбы. От нескольких наших лидеров были просьбы по поводу именно того, что можно ли инвестировать по 5 тысяч долларов, по 10 тысяч долларов в рассрочку и с сохранением дисконта предыдущего. Ну, естественно, тот, кто по предыдущему дисконту инвестировал, он и будет инвестировать далее. То есть, действительно, партнеры радуются и желают выполнять статусы эксперта, топ-эксперта. Это не может не радовать, друзья. Но стоит двигаться в реальности и постепенно корректировать стратегию развития. То есть, стратегия развития Skyway Capital корректировалась неоднократно. И вообще, вот я лично в этой лодке, в этом марафоне. И иногда, я думаю, все меня поймут, что кто-то бежит, выдыхается, там остановится, водички попьет. Кто-то даже на работу может пойти работать, но все потом все равно возвращается Skyway и начинает снова развивать. Ну, что касается меня, я не останавливался, стараюсь не останавливаться. И многие ожидают новостей. Вот сейчас вот я под Виктора выпытываю, выпытываю новости, но не говорит. Но говорит, что с арабами все очень-очень хорошо, но боится сглазить. Как говорится, если информация не разглашается, значит она коммерчески конфиденциальна. Потому что мы, когда разглашали информацию о Штатах, в Индии и так далее, то потом начались такие вот совпадения, начались совпадения, когда на столе перед встречей прямо подготовленная статья с клеветой на Skyway, то есть никому это не нужно. И в Арабских Эмиратах непосредственно ведет все очень хорошо. То есть это параллельно к тому, что Алла Аль-Шаир и другие вот наши партнеры ранние, это уже параллельный процесс, еще больше ускоряющий развитие. И так как там сейчас на данный момент лично проводят переговоры Анатолий Эдуардович и Виктор Бабурин и другие партнеры с королевскими семьями, вы понимаете, что достаточно как бы серьезные переговоры. И что как бы интересно, финансовые инженеры, то есть финтех инженеры заинтересовались блокчейн направлением. Но моя позиция, друзья, ни в коем случае вообще все как можно меньше, потому что некоторые люди говорят, что вебинары, именно вот когда рассказываешь о блокчейн, становятся более скучными, не хочется ходить на вебинары. Друзья, не хочется, чтобы кто-то таким образом расстраивался. Признаюсь честно, блокчейн направление настолько скучное, что можно вот читая концепцию будет заснуть. Но многие, прочитая концепцию, которая вырастет белую бумагу, решат по крупной инвестиции, которая дополнительно капитализирует ЭкоТехноПарк, так как пойдет финансирование на инженерную разработку SkyService. Это то, что мы неоднократно говорили на наших вебинарах. И, друзья, не стоит забывать тот факт, что сейчас действительно технологическая сингулярность, она фактически каждый день начинает приближаться. И этого невозможно не замечать. Сейчас уже Маск продемонстрировал, вы видели умный уже даже не автомобиль, электромобиль, а умный грузовик. Ну, это, знаете, вот в нашей ситуации, как со SkyWay, и можете эту аналогию приводить, это примерно как сравнивать лошадь с автомобилем Ford, с двигателем внутреннего сгорания. И к лошади сенсор еще прилепили. Это вот примерно такое сравнение. Да, то он красивый, да, он, возможно, как бы в плане автомобилестроения сделал какой-то рывок, но в плане транспорта второго уровня это действительно как бы уже такой динозавр своеобразный. И назвали пулей, но пуля настоящая – это Юнитрак. И я думаю, что абсолютно не за горами сравнение какое-то, такое вот чисто, возможно, в одном абзаце Юнитрака с автомобилем именно грузового направления Маска. И то, что Маск сделал Родстер. Кстати, вот этот умный автомобиль, грузовик, он запустится только в 2019 направлении, друзья. И я могу сказать, что вот тот Родстер, который запустится, скорее всего, те счастливчики регионы, где запустятся Юнибайк, я искренне хочу переехать в этот регион, потому что в Челябинске я стараюсь как можно меньше уже выходить на самом деле на улицу, потому что в Челябинске было выявлено превышение ПДК формальдегида. Достаточно как бы нелестная для меня новость. И, естественно, я хотел бы, чтобы проекты здесь пошли, ну и чтобы экология также изменилась к лучшему в плане транспорта также. Кстати, сейчас вот у райские власти, возможно, на транспорт в России либо после транспорта России также будет ряд делегаций посещать ПЭКО-технопарк. И не исключено, что какие-то проекты дополнительные, радиация, все-таки Россия будет просыпаться, я больше, чем уверен, после завершения сертификации. Если говорить про сертификацию, то многие задают этот вопрос. Сейчас уже ведется такая финальная бумажная работа, то есть все испытания фактически уже проведены, и сертификация действительно подходит уже к финальному завершению, успешному финальному завершению. И это очень синергично складывается к тому, что мы готовимся, подходим к выставке «Транспорт России». «Транспорт России», мы напомним, что пройдет в Москве, то есть сейчас я сброшу обязательно те данные, которые необходимо знать, кто будет посещать эту выставку. Мы лично с Сергеем Анатольевичем на ней обязательно будем, потому что будет вестись огромная работа, и я думаю, что намного больше ажиотаж будет, чем в прошлый раз, потому что на этой выставке нас попросили участвовать, именно вот головную кампанию. Можно сказать, что даже таких планов, как таковых, и не было, так как планируется определенный ряд встречи с высшим правительством Российской Федерации, то, естественно, Анатолий Эдуардович согласился, и более того, можно будет продемонстрировать наш юникар трехсекционный, то есть это высшую современность сейчас подвижных составов направления Skyway, городского пассажирского транспорта, и невозможно будет мимо этого направления пройти. И далее, я больше чем уверен, начнется проработка уже на территории Российской Федерации. То есть в Крым, насколько так вот предварительно мне известно, в ближайшее время, возможно, также будет делегация именно вот Кирилл Бадулин, либо кто-то еще из головной кампании. Анатолий Эдуардович после выставки встретится, возможно, с делегациями, точнее, с Анатолием Эдуардович даже не встретится с делегациями, друзья, потому что Анатолий Эдуардович улетит в Арабские Эмираты на как раз-таки более важные стратегически серьезные переговоры, с уральскими делегациями будет встречаться назначенный человек. Скорее всего, это будет тот же самый Кирилл Бадулин, если он не уедет в какие-то также города, страны на переговоры. Потому что действительно сейчас график очень напряженный у представителей головной кампании. Вы видите, что постепенно, без всякого пиара, то есть основное отличие проекта Skyway, то, что без всяких, знаете, покупных пиаров, заказных пиаров сейчас в таких вот знаменитых изданиях проходят оповещения о Skyway. Это комсомольская правда. То есть, если кто-то не читал комсомольскую правду, ну, я слабо поверю, значит, человек вообще газеты не читает и не знает. Прошла непосредственно на телевидении уже такая огромная весть по Skyway, то есть это телеканал ОТР. Еще не ОРТ, как говорится, но я думаю, что дорастем и до ОРТ, когда проекты пойдут уже непосредственно по России и выйдет, настанет время, друзья, и выйдет и полнометражный фильм обязательно о Skyway. Но это все, так скажем, уже следствие. Следствие неизбежное той технологии, которая опережает время и которая развивается на действительно десятилетия вперед. Но с чем невозможно поспорить, то, что сейчас действительно вот тот же самый Hyperloop приобрела компания Virgin Ричарда Брэнсона, то есть будет приставочка Virgin, уже в Инстаграме можно было это увидеть. И так как сейчас многие задумываются именно над направлением блокчейн, друзья, ну мы взяли на себя этот, возможно, груз определенный, ответственность определенную и запустили венчур в венчуре. Как я говорю и как люблю говорить, именно на русский манер венчурная матрешка. Кстати, логотип тоже на русский манер, это в первую очередь подкова, так скажем, на счастье. То есть это одно из самых простых определений логотипа нашей платформы. И вот если Skyway вдруг группа энтузиастов либо кто-то отдаленно, но именно применимо Skyway, вот не обязательно мы, не сделал бы этого направления и Hyperloop, к примеру, начали бы использовать блокчейн. Поверьте мне, с направлением блокчейн можно действительно опередить в плане договоренностей очень быстро. Очень быстро ту технологию, которая даже технологично конкурентна. Я вам переведу пример, что одна из компаний, сейчас о названии не вспомню, но что-то связано с финансами. Котировки акций буквально на 300% за несколько дней взлетели, когда была приставка слова блокчейн. То есть это время, которое нам сегодня диктует о том, что действительно технологическая сингулярность, которая через 20-30 лет просто сольется в одну точку, она неумолимо приближается. И мы не можем не замечать это направление. Мы чувствуем, как именно люди, задающие стратегию в Skyway Capital, все члены правления, и как мы с Сергеем Анатольевичем некоторые технологичные направления вспоминаем из прошлого, что было создано. Анатолию Эдуардовичу мы придумали уже иногда 20 лет назад, иногда 10 лет назад. Мы говорим про Unibike, мы говорим про Sky Service, но анализируем, смотрим и применяем на текущую реальность, что да, действительно, текущее направление рынка теоретически может быть применимо. И таким же мы видим направление Sky Service. Мы проанализировали направление дронов и так далее, оно не пойдет первым, но оно необходимо для строительства трасс в труднодоступных местах. Но поверьте мне, на слово, дроны через токены также обязательно будут работать. Они не будут являться какими-то мифическими. Такси, как сейчас планируют запускать Uber, меня эта новость потрясла. Я бы не хотел жить в том мире, когда десятки тысяч автомобилей находились бы одновременно в воздухе, так как одна авария на высоте больше 10 метров спровоцировала бы самая меньшая потеря. Это падение. Мгновенная акция этой компании, самая большая потеря – это человеческая жизнь. И SkyWay на сегодняшний день действительно может сохранить более полутора миллионов человеческих жизней. И, друзья, стоит помнить о безопасности, потому что сейчас на самом деле переходит в век постепенно в эпоху информационных войн. Когда можно взломать, когда можно послать вирус. Почему сейчас, и я, кстати, удивляюсь, вот недавно моя поликлиника закрылась, открылась, ну, типа частной поликлиники, но она также государственная, и там все в электронном виде. Я не удивлюсь, что медицина даже в России скоро перейдет на блокчейн, друзья. Потому что один вирус, вон окрай, парализовал просто многие государственные компании, многие государственные корпорации. Он взломал их просто. И нельзя допустить, чтобы вирусы, информационные боты, атаки хакеров каким-то образом поражали стратегически важные объекты транснета. Если поражали, то их можно было отключить, не вредя полностью целому организму. Это как раз таки позволяет сделать как раз таки направление блокчейн. Поэтому мы, друзья, этим и занимаемся. И это действительно как бы такое серьезное направление. Вы можете зайти, посмотреть. Мы недавно произвели форк, той технологии, на которой будем основываться на данный момент. Потом миграцию мы в том числе на EOS планируем. То есть примерно с Нового года у нас специалисты именно за изучение этой платформы, этой технологии сядут. Я предварительно проводил с руководством EOS переговоры, так скажем, в Телеграме. То есть понимание есть и ожидание есть. Ожидание крипто-сообщества есть. И, друзья, я скажу вам честно, что вот эта вся платформа в плане привлечения дополнительных инвестиций она ориентирована не на тех, кто сейчас в проекте Skyway. Она ориентирована на тот голубой океан, и не побоюсь этого слова, потому что там действительно мальчики в таких вот закатанных штанишках. Но есть небольшой нюанс, что эти мальчики долларовые миллионеры и миллиардеры иногда. Те, кто приобрели биткоины, те, кто приобрели эфиры, и они никогда сейчас не обратят на технологию Skyway. Я счастлив, друзья, в этом плане, что я не приобрел биткоин пять лет назад, потому что сейчас мне было бы глубоко, скорее всего, параллельно бы на данном этапе на технологию Skyway. Потому что все было бы и так хорошо, так, как сейчас у этих людей. В плане незамечания венчурных проектов, которые нужно оценить, которые сейчас недооценены, это как проект Skyway. И мы их переориентируем, друзья, именно направляя и отвечая на главный вопрос, а зачем вообще технология блокчейн для этого направления. Если говорить про Sky Service, то мы на этот вопрос более чем достойно отвечаем. И мы посмотрим, возможно, мы запустим отдельное направление, потому что никакой партнерской программы на платформе блокчейн не будет. Все это вам могу пообещать именно на первых окнах, так как это совершенно другое направление. И то, что касается краудинвестинга, возможно, в краудинвестинг 2.0 в каком-то плане дополнительная модернизация, дополнительная пристройка произойдет у Skyway Capital. Все на это технические ресурсы и понимание есть. Будем обсуждать, обязательно донесем вам стратегию. И, друзья, вот как показательный пример я хотел бы привести, ну, естественно, кто не смотрел, обязательно ознакомьтесь с Перископом Сергея Анатольевича Сибирякова, то, что произошло в БРНО, то есть, действительно, там была такая первая обширная презентация, презентация была на чешском языке, вещали Сергея Анатольевича, я, Франтишик, Нина, и, ну, кстати, вот не заметил, честно, как час пролетел с переводом и заметил за то, как сложно воспринималась эта тематика. Многих вещей мы сейчас не будем произносить, на самом деле, то есть, это была обкатка на европейской аудитории, мы будем эти вещи произносить только на крипто-сообществе, естественно, в таких конференциях мы будем участвовать. Но, что был огромный интерес, это факт, друзья, то есть, были хождения в зале, народ очень живо воспринимал, была и чувствовалась отдача, но народ многого не понимал. Друзья, а кто понимает, как функционирует вот это вот, вот это вот устройство? Я лично, честно признаюсь, если меня побудить и заставить изучить, но мне, наверное, не то, что года, а лет 5-7 понадобится, чтобы погрузиться в инженерную тематику и создать какое-то, хотя бы, подобие, как функционирует мобильный телефон. И как функционирует экономика токена, фактически, это знать не нужно будет. Нужно будет понимать, для чего вообще этот токен. И, в первую очередь, я повторюсь, друзья, мы это запускаем для того, чтобы развернуть к Skyway ту массу людей, которые сейчас не видят, так как не видят, зачем блокчейн Skyway. Вот, когда они увидят, что блокчейн Skyway действительно нужен, и Skyway с блокчейн, он скапитализируется и выведет крипто-направление, крипто-экономику на новые горизонты, инвестировать будут, поверьте мне, даже не миллионы долларов. То есть, суммы будут на порядок больше. И, как пример, друзья, это наши переговоры, то есть, мы непосредственно задержались только по этой причине. Очень интересная история переговоров. То есть, это как обычный эффект рикошета. Сергей Анатольевич познакомился на конференции. Это были наши партнеры, коллеги. Сергей Анатольевич рассказывал немножко про крипто-направление. Потом подошли, буквально за несколько часов приехали представители советника одного из кантонов. Это итальянский кантон. И здесь вы увидите уже целую интернациональную делегацию. То есть, были многосторонние переговоры, английский, французский, венгерский, швейцарский, естественно. Ну, в Швейцарии разговаривают на английском и французском. И на какую тему, как вы думаете, общались? Естественно, мы сначала общались на тему непосредственно установления договорных отношений. Швейцарские представители, это помимо наших юристов, которые ждут финальную версию экономики токена. И так, мы ее активно прорабатываем, мы вышлем финальным вариантом и начнем уже юридическую схему прорабатывать, регистрацию компании в Швейцарии и так далее. Но вот эти швейцарские представители, которых вы видите в данной картинке, они готовы инициировать туристическое направление. Причем, представьте, туристический кластер в живописном горном районе, горной местности. Действительно, супер место для проживания, очень экологично, чистое. И некоторые отели готовы либо реконструировать, либо снести и сделать из них наши высотные анкерные опоры, либо обычные станции. И самое интересное, что здесь желание как раз таки сделать умный адресный проект. Здесь желание автоматизировать, здесь желание внедрить SkyService. Потому что представьте, когда будет соответственно приезжать на кухню к роботу, причем, который готовит. И это на следующем вебинаре, не на этом, я думаю. Мы более так серьезно раскроем, потому что многие недопонимают сейчас направление SkyService. И также, как ранее мы говорили о Unibike, на SkyService мы очень много внимания еще застрим. Но представьте, что все продукты питания сами приходят, это все учитывается в транзакциях, это все достоверно, это все дополнительно капитализирует проект SkyWay адресный и соответственно далее готовят уже блюда и так далее робот. И вообще вся анкерная опора она роботизирована. Вплоть до того, что такие вот примеры, как я приводил Сингапура, что приехал робот и соответственно принес адаптер, они самые элементарные будут и это все будет на автоматике происходить, все будет завязано вот в этих проектах, которые на цифровку по желанию заказчика изначально на цифровку и токонизацию они будут капитализировать наш базовый актив и соответственно они будут без удорожания проекта, вот эта вся сервисная линия, она не сильно удорожает проект, но максимально капитализировать. Как сейчас задумывается компания Alibaba, как сейчас задумывается компания Amazon и Alibaba соревнуются насчет этого, но тут появляется на сцене игрок под названием проект Skyway и заявляет, что мы сейчас также не только реализуем все транспортные инфраструктурные услуги, но все бытовые сервисные товарно-рыночные и услуги складирования просто не будет, то есть склады исчезнут так же, как мы декларируем, что исчезнут с фуры дорог. И, друзья, вот это показатель, это триггер для нас. Мы с Сергеем Анатольевичем, вы не представляете, какой груз моральный в первую очередь, правильно ли мы выбрали вектор, потому что это затраты такие достаточно колоссальные, лично наши в том числе, ну, не в том числе, потому что сейчас они большей частью вот нескольких энтузиастов только, ни цента, я повторюсь, и это можно будет просмотреть и как-то проанализировать, ни цента из поступления в Экотехнопарк не берется, это наш венчурный риск, это наше направление, которое мы прочувствовали и просто предлагаем на дополнительную капитализацию проекта Skyway и дополнительную инженерную реализацию SkyService, которая без блокчейн будет менее эффективным, соответственно, уязвимым, это в первую очередь. И, друзья, я не могу приводить такие фотографии, такие примеры, как, допустим, Франтишек здесь, почему довольны, вы думаете? Потому что он недавно был на арабском саммите в Афинах. И потому что Франтишек, это как раз-таки также показатель, потому что активисты, лидеры, те, кто действительно активно занимается проектом Skyway, бежит марафон, не сходит с дистанции. Франтишек сейчас президент торгово-промышленной палаты арабских стран Словакии. И он представлял Skyway на закрытом совещании арабского саммита в Афинах. Эти фотографии нельзя показывать, друзья, но об этом можно говорить, потому что мы знаем, что Франтишек на закрытом заседании, где было чуть больше 50 людей, где были миллиардеры египетские, они услышали о проекте Skyway, и благо, что Франтишек уже на тот знал про блокчейн направление. То есть, если спрашивают, как вы можете отсинхронизировать блокчейн, у нас на это, как говорится, есть ответ. И, друзья, вот действительно сейчас закручивается такая веха, у нас в декабре планируется, и мы признаемся, что на самом деле, вот как всегда, я говорил, что год Skyway считается за 5, а может быть, сейчас вот с крипто направлением и за 10 лет, и у нас скорректировались планы по Латинской Америке, то есть, приоритет несколько отложился, потому что там должно еще сложиться понимание, но планируется презентация непосредственно Швейцарии, вот этого туристического проекта. Дай бог, чтобы вот советники, которые говорили, и я их оценил как высоких экспертов в области крипто направления, и неспроста они желают именно оцифрованный проект, именно токенизированный проект, и, друзья, вот презентацию мы им будем делать, если не в декабре, то в начале следующего года. Очень постараемся до Рождества успеть, и вообще вот в идеале собираемся совместить поездку в Швейцарию с презентацией, и уже с началом рабочих встреч, воркшопов с нашими швейцарскими коллегами, юристами, которые ожидают нашего запуска. Поверьте мне, нашего запуска ожидают сейчас многие программисты, которые сейчас к нашему техническому лидеру Константину стучатся, спрашивают, когда вы выкатите, показывайте GitHub, ну, GitHub можно посмотреть на самом деле, он в открытом доступе, то есть тот, кто знает, уже давно все нашел, изредка, может быть, не изредка, потому что ресурс колоссальный, тоже буду его использовать, буквально поблагодарю всех за день где-то с помощью своего аккаунта ВКонтакте, мы нашли более 15 кандидатур дизайнеров, отобрали вплоть до того, что промышленный дизайнер, они будут дополнительно отработать, потому что мы ускоряем максимально процесс, ноды уже подняты, первые технические тестовые прогоны нашего блокчейна уже начались и блоки, так скажем, генерируются. И, друзья, мы об этом будем, так скажем, время от времени отчитываться, новости можно будет прочитать на наших социальных сетях с Сергеем Анатольевичем, но я хотел бы обратить внимание в первую очередь, что все-таки вебинары, они о технологии, о SkyWay, о развитии проекта. И сейчас две главные новости, которые я хотел бы озвучить, то, что с открытыми ртами буквально слушали Анатолия Эдуардовича два института, то есть это два крупнейших института, Белорусский национальный технический университет, Белорусский государственный университет транспорта. У вас есть буквально считанные дни остались до начала выставки в Москве. Многие предприниматели часто бывают в Москве и пригласите их на эту выставку, там будет Дианатолий Эдуардович и я не удивлюсь, если будет принято решение на инвестиции 100 тысяч долларов, 200 тысяч долларов, 300, 500, миллион, потому что эти суммы уже не удивляют, как инвестиции в SkyWay. Поэтому, друзья, обязательно ознакомьтесь и кто технически подкован, законспектируйте это интервью, потому что оно очень важное, оно очень показательное. И вот такие интервью, друзья, должны быть на арабских саммитах и потрясать весь мир, а не та футурология о Марсе, которую говорит Маск. Как говорит Анатолий Эдуардович, зачем осваивать Марс, если с помощью SkyWay можно осваивать Антарктиду и Северный полюс. Там куча неосвоенных территорий, неосвоенных ресурсов. И, друзья, сколько нам еще вообще осваивать с помощью технологии SkyWay, насколько это колоссальнейший рынок, и насколько это будет дополнительно капитализироваться тем крипто-направлением, которое мы, в том числе, с Сергеем Анатольевичем создаем, покажет только время. То есть, мы не Нострадамусы, мы не Ванги, но мы можем сказать, что мы объединяем мир, объединять наша работа, строй SkyWay, спасай планету и дай дорогу мир Транснету. Друзья, если кто-то скажет, что новостей на этом вебинаре не было, перечитайте наш боевой листок тезисов, обязательно посмотрите также на хронологию строительства, то, что было построено, потому что сейчас Леонид будет регулярно это все обновлять, скачайте, показывайте, показывать есть что. Просто вопрос фокусируемся либо расфокусируемся. Строй SkyWay, спасай планету, дай дорогу мир Транснету. Счастливо! Друзья, я буквально коротенько тогда после Алексея, как всегда видите у него такое интересное эмоциональное вступление я думаю что действительно информации и много и есть что и обсуждать и принять к сведению значит по нашему листу мы его разбрасываем по всем чатам тезисный вебинар который есть и с вставлением туда всех ссылок которые здесь упоминаются я упомянул там Билл Гейтс ссылка на статью таким образом можно будет еще раз просматривать вебинар всегда открывать те ссылки которые упоминались или которые можно посмотреть мы сейчас этот инструмент делали такой более рабочим он у нас сразу же переводится на 10 языков и сразу расходится еще и по по другим странам по другим регионам чтобы можно было работать значит друзья 6, 7, 8 декабря выставка в Монетном дворе в Москве соответственно гостиный двор в гостином дворе значит соответственно 6 числа где-то приблизительно до 12 до часу сказали будет посещение спецгостей вот а где-то с 12 часов 6 числа можно уже на выставке в среду это среда четверг пятница вот соответственно мы там с Алексеем будем насчет вебинара там посмотрим ну еще у нас еще следующий вебинар будет так что скорее всего как всегда проведем прямо с выставки с нашего с нашей комнаты переговоров которая будет находиться прямо там же у нас на стиле поэтому друзья так еще тут вот эти вот все вопросы которые идут что будет выгоднее покупать акции друзья или токены ну давайте это абсолютно скажем так разговор сейчас ни о чем потому что как будет строиться и что будет экономика токена это будет только при запуске формы во вторых мы при первом сейчас какие переговоры проводим мы ориентируем это все на крупный бизнес то есть те кто может сразу инвестировать десятки сотни тысяч для того чтобы ходить ну и соответственно дальше первые же два-три месяца жизни этой платформы они покажут вообще насколько это жизнеспособное направление и насколько оно будет оправдывать те ожидания которые мы сейчас по-любому как бы не строилась дальше судьба или работа платформы в любом случае инвестиции в акции они всегда будут самыми эффективными самыми интересными естественно что как бы не отстраивалась рост соответственно всегда здесь будет самая высокая прибыль и доходы здесь друзья не должно быть никаких сомнений тем более еще раз можно сказать что друзья ожидания которые сейчас идут на конец этого года я тут пока в чате писал что у меня опять кто-то начинает продажи в семнадцатом году во первых друзья идет корректировка планов раз и во вторых все таки посмотрите первое интервью Юницкого и все наши все они всегда говорили что восемнадцатый год это начало соответствует свободного оборота и ничего не меняется ни в коем случае не пересматривается ни на меморандум не меняются этапы которые сегодня идут и как мы предполагали выйти на уже привлечение свободного оборота в восемнадцатом году эти планы друзья так и стоят никто их не не отменял и мы во всяком случае абсолютно уверены что эта задача нами будет выполнена поэтому никаких других обязательств и сейчас гарантии будут соответственно говорить не будем ну и соответственно все силы сейчас конечно это адресные проекты это подключение конкретных заказчиков на это ориентируется сейчас все и здесь опять же по многим сейчас информации много но не всю информацию можно сейчас открывать с точки зрения коммерческой информации поэтому тоже друзья к этому надо уже и привыкать и относиться нормально что подход все таки уже больше бизнес сообществу а не к тому краудинвестирунку который мы сейчас в ну все друзья на этом я общаюсь с вами надеюсь что на очень многие вопросы мы ответили у нас идет активное обсуждение и в чатах то есть там все присутствуют и мы уже готовим вопросы к вебинарам так что будем друзья дальше двигаться дальше обсуждать делать строить скайвей все друзья всего доброго строить скайвей спасать планету так все друзья я тогда выключаю вебинар ну надеюсь что всем